Какой шаг номер один? Выключаем мобильные телефоны. Шаг два. Андреас, у меня был прорыв во время гиги. Я сказал своим ученым, по членам делать звуки боли и разочарования и злости. И они начали вот так вот рычать. Пожалуйста, не забудьте, что вы медитируете в группе. Поэтому постарайтесь быть внимательны по отношению друг к другу. Страдание и боль. Ичи шо ку. Хорошо. Это мое новое слово для йоги на китайском языке. Взаимное страдание. Когда вы преподаете медитацию, хорошо знать традиционное разогрево. Мы пройдем сегодня утром в расслабленной манере. Традиционный разогрев для медитации. Вам стоит это изучить. Если вы делаете медитацию, которая будет длиться более, чем 20 минут или 30 минут, то хорошо бы делать такой разогрев. Поэтому, если вы преподаете группе людей, если медитация будет длиться более 20 или 30 минут, то я бы предложил вам делать разогрев с ними. Вы можете укоротить разогрев, если вы хотите. Цель вормапа так же, как перед тем, как вы устраиваете за бег. Надо разогреть ноги. В Китае в прошлом месяце мы преподавали курс о балансе. И для прикола мы делали балансировку в балете для всех учеников. Было здорово. Они привезли балетные туфли и балетные фары. Мы балансировали. Но для того, чтобы этим заниматься, нужно разогреваться как минимум полчаса, иначе будет травма. То же самое с медитацией. Сегодня мы пройдем стандартный warm-up. Цель разогрева называется сакджанг. Скажите сакджанг. Сакджанг означает Две цели разогрева. Первый, джанг, это чтобы очистить все плохие семена, которые мы посеяли за последние несколько дней. Те семена, которые могут помешать нашей медитации. Это называется джанг. А сак означает делать инъекцию мощных, хороших семян в наше сознание перед тем, как мы начнем медитировать. И поэтому разогрев подготовка медитативных мышц перед медитацией это означает сакджанг. Это означает сакджанг. То есть вычистить свежие, плохие семена, которые могут влиять на ваше сознание сегодня в этом. И сак это собрать новые хорошие семена, которые помогут нам иметь более мощную медитацию. Поэтому если вы делаете разогрев, то медитация станет лучше. Потому что то, как мы вчера изучили, медитация также происходит из семян. Поэтому если мы чиним наши семена и быструю посадку хороших семян прямо перед медитацией, то медитация пройдет лучше. Итак, поэтому давайте начнем. Процесс сакджанг, процесс разогрева, требует тяжелый, мощный кармический объект. И самый мощный кармический объект это ваш учитель. по мере того, как вы преподаете ACI, вы, может, будете чем-нибудь сердечным учителем. Может, будете, может, не будете. То есть, может быть, ученик станет таким, почувствует таким образом, что вы станете их сердечным учителем, их ламой. Но во многих случаях вы будете преподавать многим людям в комнате, которые вас еще не знают, или у них уже есть другой сердечный учитель. Это система в монастыре. Я был у 12 разных учителей за время курса геши, но только один или два из них были моими сердечными ламами. Поэтому, когда вы просите ученик ваших студентов начинать сакджан, они будут это делать, представляя своего учителя перед собой в медитации. Поэтому вы можете их поощрять, использовать того учителя, которому они чувствуют наибольшую близость. Это может не будете вы, когда вы начинаете сакджан с вашим демоком. студентами я бы говорил, потому что представьте себе вашего учителя, кого-то, с кем вы чувствуете близкую связь. Это может быть не я, это могу быть не я, кто-то в вашей жизни. До сих пор вы встречали людей, которые вас обучали. Это может быть ваша мама с папой, ваши первые великие учителя. Но они точно всегда великие учителя. Даже если у вас не были очень хорошие взаимоотношения с ними в прошлом или сейчас отношения натянутые. Мама девять месяцев носила вас от рога, рисковала своей жизнью, чтобы вас родить. Ваш отец, даже если он не был отличным отцом, он поддерживал поддерживал семью как правило по крайней мере и тяжело работал. У него было много тяжелых дней, чтобы вас поддерживать. Это первые ваши великие учителя. Всегда уместно во время сакджан, во время разогрева представить себе вашего отца или маму, представить себе, что они в комнате, в вашей медитации. И вместе с ними вы можете делать сакджан, потому что они тяжелые кармические апреля, с мощными. Мне также нравится перечислять других учителей, которые могли бы быть у данного студента. Например, школьные учителя, когда вы были молоды, или ваши учителя в колледже, какие-то особые учителя. Я знаю, например, что у меня было четверо или пятеро очень особенных очень ценных учителей, с которыми можно делать сакджан. Можно менять сакджан учителя каждый день, можно использовать разных учителей. Или же если вы очень близкую связь чувствуете по отношению к одному учителю, вашему сердечному учителю, то вы можете делать сакджан с ними или, по крайней мере, большую количество дней с ними, а с другими учителями делать на другие дни, чтобы просто разнообразить медитацию. Разнообразие в медитации это очень хорошо иногда. Я люблю говорить людям, что очевидно у вас в жизни много разных учителей, учителя, которые обучали вас вашей профессии, например, если вы агент по недвижимости или менеджер по инвестициям, или вы продаете автомобили, вы этот навык у кого-то выучили, например, в алмазном бизнесе. Я знаю, что очень длинный процесс обучения. Если ты сделаешь ошибку, ты можешь потерять очень много денег. Поэтому были многие учителя, которые преподавали мне этот навык. Они не обязаны были меня обучать, но они были очень добры. Они потратили почти 10 лет обучая меня бизнесом. Я предполагаю, что у вас в жизни был аналогичный человек, который обучал вас этому навыку. Некоторые любят попросить присутствовать учителя на сакджан, того, кто уже умер, какого-то исторического учителя, которого, может быть, вы никогда не встречали, может быть, Будда. Многие западные люди любят делать это с Иисусом. Если вы выросли в мусульманской традиции, то это может быть пророк Мухаммед. Это зависит от того, кому вы чувствуете большую близость. Какие-то учителя из прошлого, которые были великими учителями, которые были великими учителями. Мы в буддизме говорим, что это скорее всего были Будды, они могут вас слышать, они могут читать ваш разум. И сейчас, по мере того, как вы начинаете вашу медитацию, уместно пригласить их в комнату, как тяжелые кармические объекты, мощные кармические объекты, чтобы делать с ними сакджа. Окончательный выбор учителей. А, кстати, ваша семья также могут быть великими учителями для вас, ваш муж или ваша жена. Особенно, если вы следуете алмазному пути. Все родители знают, что дети замечательные учителя. Я знаю, у меня были ученики, которые чувствовали особую близость к своим домашним животным, например, собак или кошка. и они чувствовали, что эти домашние животные обучали их как Будды. И это тоже нормально, если вы хотите делать сакджа с ними. Наконец, последний выбор может быть учителем, которого вы еще не встретили. Может быть, в этой жизни вы еще не нашли своего сердечного учителя. но вы хотели бы и вы думаете, что нашли бы. И вы сажаете семена тем фактом, что вы делитесь с мудростью с другими людьми, которые хотят об этом услышать. По мере того, как вы делаете сам сакджан, вы можете пригласить учителя, которого вы еще не встретили, вашего идеального будущего учителя. Вы можете представить себе, как они могли бы выглядели, или как их лицо могло бы выглядели. В любом случае, по традиции, тот учитель, с которым вы делаете сакджан, он должен быть очень счастлив, что вы пригласили его в эту комнату сегодня утром. По традиции представлять себе закрытыми глазами, что учитель смотрит на вас с большой любовью и симпатией. и они очень гордятся вами, что вы решили помедитировать сегодня утром и сохранять свои обещания регулярно медитировать. Они очень счастливы, что вы пригласили их в комнату. сакджан своим ученикам мне кажется очень важным поощрять их, чтобы они не думали о том учителе, который сидит с ними. Не думайте о нем как о картинке или как о статуе. медитируем с листком бумаги или металлической статуей. Мы медитируем с настоящим живым человеком. Мне кажется очень полезным и это часть традиции представлять себе, как их грудь поднимается и опадает с каждым дыханием. И когда они входят в комнату вы можете почувствовать некое тепло. Вы чувствуете как ветер отдувает вас по мере того, как они обходят вокруг вас. Вы чувствуете как ветер сдвигается и как они садятся напротив вас. В буддизме есть традиция что очень святые люди, хорошие люди имеют некий особый запах их тело пахнет определенным образом. Может быть запах какого-то благовония или цветка, может быть запах океана. Но у них есть особый запах, который источает их тела от их хороших дел. Люди, которые не едят мясо длительное время, у них тоже появляется некоторый сладкий запах. представьте себе, что ваш учитель пахнет этим особым образом, и они смотрят на вас очень счастливыми глазами. Вы пригласили их посидеть с вами, и мне нравится представлять себе, что они сидят так близко, что ваши колени практически соприкасаются. Они будут вашим кармическим объектом для вашего сакджанга. разогрев это поприветствовать их и показать уважение. Вы можете представить себе, что вы делаете прострацией, или можете себе представить, что вы держите руки перед сердцем. Традиция прострации поклонений в буддизме произошла от реакции человека, который только что увидел пустоту, имел прямое восприятие пустоты, что это первый раз, когда ты видишь Будду напрямую, имеешь прямое восприятие Будды, и человек, который видел пустоту, сразу же делает полное поклонение, полную прострацию автоматически, даже если никто их никогда не обучал, они никогда не видели, как это делается. Поэтому, когда мы встречаем нашего учителя, мы поклоняемся ему, преклоняемся перед ним. Причина, по которой мы делаем преклонение, это то, что вы уважаете этого человека, что-то, они очень особенные для вас, поэтому ментальное поклонение перед тем, как вы начинаете медитировать, это просто подумать о чем-то, чем вы восхищаетесь в этом человеке. Слово вера в древних языках Шрадха и слово как мы говорим восхищение это одно и то же. Поэтому вера значит я смотрю на своего учителя есть какие-то прекрасные качества для них, которыми я восхищаюсь. Если об этом подумать, это и есть причина, по которой вы попросили вас учить, потому что вы хотите обучиться этим качествам. В идеале учитель не просто дает вам информацию, учитель дает вам пример. Это ментальное преклонение как разогрев для медитации. Подумать о каком-то прекрасном качестве этого учителя. я могу подумать о том, что он получает огромную радость от того, чтобы помогать пожилым людям и больным людям и тратить большую часть дня и ночи именно на это. Поэтому здесь я бы хотел сделать паузу. Это те вещи, которые вам хорошо было обучить ваших студентов по всей времени, чтобы собрать мощные семена во время медитации, которая начнется через 5 минут. Поэтому я бы хотел попросить вас пригласить вашего учителя прийти в комнату и медитировать вместе с вами. И чтобы вы сделали ментальное преклонение, подумайте об одном качестве, которым вы освещаетесь вашим учителем. Когда вы думаете о какой-то прекрасном качестве вашего учителя, вы собираете мощные кармические семена, которые сделают вашу медитацию через 5-10 минут намного мощнее. Поэтому качество вашей медитации в этой медитативной традиции зависит от того, насколько ясно вы можете представить себе хорошие качества вашего учителя и что-то о них, что делает их для вас живым примером. те качества, которые вы бы хотели учить. Поэтому давайте пригласите учителя, любого учителя, который близок к вам, который восхищаетесь чем-то, каким-то его качеством. Итак, так. Добавил субтитры Продолжение следует... 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 Следующим элементом разминки сакджанга, это то, что мы называем кофейной медитацией в DCI. Думайте о всем том хорошем, что вы сделали. Маленькие улучшения. Также вы можете думать о тех замечательных вещах, которые делают другие люди, и предлагать их своему учителю. Для меня вторая разминка сакджанга, которая является подношением, самое высшее подношение, это ваша практика. Для меня второе и четвертое, а четвертое это испытывать радость по поводу ваших маленьких улучшений, маленьких успехов. Они пересекаются. Иногда мы думаем о каком-то одном маленьком прогрессе, который мы сделали. Я предлагаю его на втором шаге. А когда я дохожу до шага номер четыре, я предлагаю что-то другое. Но для меня эти два шага не сильно отличаются друг от друга. То, что мы заметили в DCI, преподавая 30 тысячам человек каждый год, мы обнаружили очень интересную вещь. Этот шаг самый сложный почти для каждого, кого мы встречаем. У людей очень много сложностей признавать, что они делают что-то правильное. Мы все любим хвастаться, мы все любим хвалить себя. Но у нас проблемы в тот момент, когда доходит время до того, чтобы любить себя по-настоящему глубоко и восхищаться тем, что мы делаем правильно, то мы, как правило, фокусируемся больше на ошибках, которые мы совершаем. Поэтому во время этого шага Сак Джанг, номер четыре, постарайтесь изо всех сил думать о том, как вам повезло все те замечательные вещи в вашей жизни. То, что вы здесь медитируете. Вы внутри. Вы внутри очень святого, очень мощной линии передачи от самого Цангкапа. И у вас столько, такая высочайшая надежда. И вам настолько повезло. Из всех сотен миллионов людей в этом мире вы особенные. Великие книги всегда говорят о том, чтобы вы не испытывали гордыню. Гордыня говорит о том, что я в этой комнате лучший медитатор. Никто не может медитировать так, как я. Гордыня постоянно сравнивает себя с другими людьми. Мы делали стойку на плечах во время вчерашнего занятия. И Андреас вчера сказал, что, может быть, вы будете наблюдать за другими людьми во время йоги и сравнивать себя с другими. Но точно не делайте это во время стойки на плечах, потому что вы можете шею повредить. Это и есть гордыня. Дать отчет своему ламе, что я делал йогу вчера, это было нелегко. Но я сделал это не гордыня. То, что я сделал свою медитацию. Я делаю ретрит в Алмазной горе, в центре Алмазной горы. Я делаю много ошибок, совершаю. Многие из них очень старые ошибки. Но я реально стараюсь. Я стараюсь, и я здесь. И я счастлив. Сделайте кофейную медитацию. Это очень мощные семена для хорошей медитации, которая будет через 10 минут. Здесь внутри, если вам нравится, чтобы немножечко поменять темп, некоторые дни вы можете думать о тех хороших вещах, которые другие люди делают. Например, Тим. Как тяжело он работает. Джигме уже много лет помогает. Вы можете возрадоваться Джона и Конни, ученик их учения, что столько... С таким посвящением они отдают себя процесс. Питер и Мария преподают. Отдают столько надежды людям в русскоязычных странах. Вы можете испытывать радость за семена других людей. Как учитель медитации, начните ускорять эти шаги ближе к концу. Внимание людей быстро теряется на протяжении получаса медитации. Ближе к концу они гораздо более сильно уставшие. Аплодисменты. Убедительные! Аплодисменты. Продолжение следует... 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 Тем людям, которые вас таким образом обучают. Опять же, вы можете ускорять эти этапы по мере того, как ваши ученики устают. Последний шаг, который мы сегодня сделаем, после чего мы сделаем перерыв, это когда мы просим нашего учителя остаться в нашей жизни. Это очень сложно кармически посеять достаточно хороших семян, чтобы встретить вашего учителя. Наверное, многие из этих семена накапливались в ваших предыдущих жизнях. У меня есть друг, которым называют своей прежней жизнью Джо. Он мне говорит, что Джо создал этого учителя, не я. Моя прежняя жизнь работала на меня более напряженно, чем я сам. И именно эти прошлые жизни создали этого прекрасного учителя. А моя задача – это создать достаточно хороших семян, чтобы учитель не покинул меня или не умер, или мы каким-то образом были разделены, разлучены. Поэтому последний шаг – сакджан. Мы просим нашего учителя, пожалуйста, останься в моей жизни. И эта просьба, если она искренняя, создает достаточно семян, чтобы оставить их с вами. Ничего нет грустнее в мире, когда отец или мать теряет своего ребенка. Если вы с ними поговорите, они вам скажут, что я надеялся, что я умру раньше. Наверное, нет ничего более болезненного, чем отцу или матери потерять своего ребенка. Но потерять своего учителя еще тяжелее, намного тяжелее. Поэтому мы хотим искренне попросить их остаться. Продолжение следует... Теперь мы готовы к медитации. И здесь мы как раз и сделаем перерыв. Вы можете открыть глаза, потянуться. Я объявлю официальный перерыв на пописок после вопросов и ответов. Есть вопросы у кого-нибудь? Кто-нибудь хотел бы всех удержать от похода в туалет? Нет. Нет? Окей, Стивен. Да, Стивен. Не чувствуй никакой вины. Задавай вопрос. У меня нет вопроса. Я просто хотел всех удержать в этой комнате от похода в туалет. Нет, на самом деле есть вопрос. Мне сложно во время практики визуализация. Я начинаю... Я чувствую большое беспокойство. Вот эта вот ментальная гимнастика. Когда я очень расслаблен, мне это намного проще. Но по утрам мне очень трудно делать эти визуализации. Есть ли какие-либо подсказки, которые вы можете мне дать? Да, у меня есть два предложения для тебя. И они оба идут из Писаний. Первый для меня самым важным. Я пытаюсь этим всем заниматься уже 45-50 лет. Очень приятно давать вам те подсказки, которые я сам изучил в своей жизни. Одна из подсказок — фокусируйтесь на присутствии этого человека, а не на их цвете и форме. Это более важно чувствовать присутствие, нежели что вы на самом деле правильно визуализируете их нос. Я думаю, что когда учитель медитации говорит нам привести своего учителя, мы пытаемся очень непряженно, правильно представить себе цвет и форму, и нам это надо все держать, пока мы еще что-то другое там делаем. Внутри медитации появляется высокий уровень стресса, и потом у нас появляется вина. Чувствуем, что мы неправильно, свет визуализируем, а учитель нас тает с левой стороны, а тут я еще должен быть подаяния давать ему. Степень стресса очень сильно растет. А медитация должна быть очень мирная, а мы как будто бы жонглируем многими шарами. Да, поэтому точно, вы абсолютно правы, ваши инстинкты правильные. Не переживайте, особенно по поводу цвета и формы, и глаз, это не главное. Главное, это их присутствие, присутствие этого человека. Может даже помедитировать, что они сзади вас, вы не можете их видеть. Они просто вот так вот сзади вас, вы просто чувствуете их присутствие в комнате. И этого достаточно, это главное. Это вот сердечная связь, именно что важно. Есть еще одно предложение в Ламрим, где-то там, просто начните с конкурса. Если знаете историю, как было нарисовано колесо жизни для Удаяны, они держали его так листь и просто развели огонь позади Будды и дальше сделали его очертание. Также некоторые книги по медитации говорят, что вот просто очертание его, представьте себе правильно, а все остальное уже не важно, чтобы было светлое. В некоторых учениках по медитации они говорят, что не контур главный, а любящие глаза важны. Вот если просто два глаза там, но с большой любовью, они говорят, что это более важно, чем правильным образом представить себе пальчики на ногах и локти. Да, потому что слишком высокий стресс появляется, и тогда вы уже не можете фокусироваться на чем-то другом. Чувствуйте радость по поводу их присутствия, что они в комнате. Верьте, что они в комнате, это главное, это важно, а не цвета и форма. Еще какие-то блокировки для пи-пи есть в комнате? Спасибо, Геша. Когда я медитирую больше 30 или 40 минут, я чувствую напряжение между бровями и не знаю, что с этим делать. Хорошим учением от вас вчера для меня было первый раз, когда вы говорите о том, что когда мы закрываем глаза, вы сказали, что можно держать уровень глаз чуть выше горизонта. Мне это помогает. Спасибо большое. Большое спасибо. Сначала давайте я об этом поговорю. Я хочу еще раз повторить, что в Писаниях написано, что если вы чуть-чуть приоткрываете глаза, многие люди фокусируются на носу, и они прямо с глаза сходятся на переносице, это абсолютно неверно. Они всего лишь говорят на плоскости носа, а на самом деле все, что это значит, не фокусируйте глаза, и все. Когда вы в школе, и вы встретили этого парня красивого, и вы идете домой, и вы так медитируете, обалдете, вот это и есть то, что вы хотите. Просто расфокусироваться. Я вам могу дать свою личную какую-то подсказку. Вот этот вот ковер, например, это некий дизайн из Франции или стали с цветками, он очень отвлекает. Поэтому во время медитации в вашем медитативном пространстве старайтесь держать очень простые цвета, все, что перед вами, должно быть простыми однотонными цветами. Для меня, когда я ухожу в ретрит, если вы серьезный человек, который делает ретриты дважды в году, в понеделье или по месяцу, в зависимости от того, что вы можете себе позволить без того, чтобы вас уволили с работы, вы обнаружите, что недостаточно быть хорошим медитатором, еще надо быть очень хорошим искателем домиков для ретритов, а это нелегко. Очень плохо, не очень хорошая идея делать ретрит у себя дома или у себя в квартире, там слишком много историй. В идеале хорошо бы куда-то в природу выбраться, какое-то тихое место. Я вчера пытался шуметь, сейчас в кабинете, у меня там в самом домике слишком тихо, мне прям некомфортно там. Но мое предложение для вас, первое, что я бы делал, когда я приезжаю в новый домик для ретрита, я тут же все журналы и книги убираю. Все, где есть писание, где есть текст, я пытаюсь убрать это от моих глаз. Когда я медитирую, я вообще любитель книг, поэтому когда я вижу книгу или журнал, я сразу начну читать. В нашем трехлетнем ретрите у нас, мы дрались, у нас вообще книг не было, мы решили, что первый год, что у нас не будет вообще никаких книг, кроме молитвенников. Нам вообще хотелось хоть что-то почитать, и мы стали читать коробки от хлопьев, сколько там витаминов и так далее. Мы дрались за эти коробки от хлопьев, потому что хоть что-то почитать. Первое предложение для вас, если вы чуть-чуть держите глаза приоткрытыми, старайтесь держать взор ниже, но все-таки подбородок держите на уровне земли. Не опускайте голову вниз, потому что тогда вы все быстро устанете. Поэтому если вы приоткрываете глаза, то это нормально. Приоткрывайте их, но все-таки смотрите вниз, но не дайте вашему подбородку опуститься. Иначе вы, когда вы опускаете взор, то обычно голова имеет все опускаться, поэтому держите подбородок на уровне горизонтальном. Как все вот эти буддийские статуи, может быть, он тоже самое взял. Это мое первое предложение. А вот по поводу напряжения вот здесь. Каждый раз, когда вы чувствуете напряжение в груди или между правями, первое, что я бы предложил, и то, что Джон и Кони, которые делали длинные ретриты, не отпускайте это, не делайте вид, что его, может быть, пройдет. Нет, вы должны что-то сделать, оно станет хуже. Это лунг, это прана. Это блокировка чи. Не думайте, что оно само собой рассосется. Что-то сделайте по этому поводу. Какой хороший способ снять напряжение с аджня чакрой? Это улыбнуться. Очень глупо, но, как правило, самые простые решения, они самые правильные. Поэтому небольшая улыбочка Мона Лизы. Мы с Ви едем в мае во Францию. Все хотят увидеть Мона Лизу в Лувре. Не знаю, мне это не очень интересно, но ее улыбка — это прикольно. что-то по поводу этой улыбки. Мне кажется, что художник решил не уронить стакан. Вы потом поймете все время. Эта улыбка расслабляет точки окончания Иды и Пингалы вот здесь. Если ваше лицо напрягается, оно потянет аджня чакру вниз, и это будет вызывать проблемы. В целом, когда у вас проблемы с чакрой, а дальше, кстати, я пойду в туалет, мне все равно, если у вас есть еще вопросы. Обычно это будет вот здесь, иногда вот здесь. Не забывайте, что вот эта чакра, она сзади, она перед позвоночником. Поэтому вы можете чувствовать какой-то дискомфорт вот сзади, более чем спереди, но может быть и спереди. Традиционно, если у вас более высокая чакра напряглась, то сфокусируйтесь на вашем пупке. Пупочная чакра не означает, что вы должны фокусироваться на вашем пупочке, на вот этом бугарке, который вам мама дала. На самом деле пупочная чакра находится сзади, она на уровне пупка, но она сзади, перед позвоночником. Если вы визуализируете даже вашего учителя, не ставьте их перед собой, ставьте их в вашу пупочную чакру вот там сзади. И это тянет прану в сторону от этих вот двух очень чувствительных областей. И вам обязательно нужно это делать, вам не нужно, вам нельзя ждать, вам нельзя думать, что оно как-то само собой рассосется. Вам придется ждать, что станет хуже и хуже, и вы вообще прекратите медитировать. Я знаю людей, которые нанесли ущерб вот этим вот чакрам, и они мне написали этой неделе, у них все еще проблемы. Они пошли к какому-то учителю, который их неправильно учил. Они нанесли вред вот этим чакрам, и даже 50 лет спустя у них проблемы. Поэтому не надо это просто отпускать. Это серьезно. Это как протекание в туалете. Надо починить его. Не надо ждать, пока разрушит ваш пол. Это то, над чем надо работать сразу. Опустите вниз, опустите назад, даже визуализацию, даже ламу, даже учителя своего. Это поможет вам. Это поможет. Попробуйте. Хорошо? Те долгосрочные медитаторы знают, что когда вы кушаете тяжелые маслянистые виды пищи, то, что тяжелое маслянистые в вашей культуре, в нашей культуре это будет, например, кусочек тоста с полкило масла сверху. Масло очень помогает с тем, чтобы понижать проблемы с праной. Что-нибудь очень жирное. Или маба туфлу с большим количеством масла. Что-то, в чем очень много масла, помогает, тоже помогает. Спасибо. Давайте сделаем перерыв в туалет. И потом начнем лам рим. Пожалуйста, вернитесь обратно в девять часов. И так далее.